Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас мы с вами поговорим по поводу новости о том, что в продаже появился Франкенштанг за 2500. Итак, сегодня разработчики в магазин выкинули данную машинку. За данную машинку они хотят 2500 голды. Это тяжелый танк 7 уровня, премиумная машина. Да, с не очень высоким коэффициентом фарма, но все-таки это прем. В комплекте за 2500 к нему идет обалденный обвес крылья ночи. Мне, честно говоря, нравится, когда летучие мыши летают над танчиком. Это гораздо интереснее и приятнее, чем какая-то пушечка, которая один раз там каким-то огнем плюется в начале боя. Что касается того, что еще насыпали, дали сертификаты на Х5, но исключительно на Франкенштанг. 10 штук таких, но в принципе пополнить копилочку опытом, который потом можно закинуть на альтернативный опыт экипажа, на дополнительный, тоже в принципе неплохо. Аватары никогда не понимал, поэтому даже говорить не буду и заострять внимание. Есть открытое полностью все оборудование, ну и, соответственно, слот в ангаре. Короче говоря, по факту за 2,5 косаря вы получаете, по моему скромному мнению, довольно-таки офигенский танчик 7 уровня. Крайне фановый, крайне красивый по дизайну. Абсолютно необычный и очень даже играбельный. И получаете вдобавок еще просто обвесик для красоты. Я не вижу смысла тратить деньги на обвесы и покупать их отдельно. Но коли их уже дают бесплатно, ну, как бы, довольно-таки прикольно и красиво. Я, честно говоря, не помню, что там у меня по поводу моего вот этого вот прикола с летучими мышами. Есть он у меня, нет, нет, у меня светильник Джека стоит здесь, крылья ночи у меня нет. Но, смотрите, крылья ночи продают за 1950 голды. Я лично считаю, что это безумно глупая трата кровной голды. Ну, у каждого свой кошелек. Я лично не понимаю, не признаю покупку всех этих приколов. Некоторые из них у меня есть, но я их получал исключительно бесплатно, либо в комплекте с танком, либо где-то выигрывал. Короче говоря, вот такой вот наборчик за 2,5 тысячи. Что собой танчик представляет, я в конце видео добавлю вот сюда наверх ссылочку на обзор данной машинки, на каточку на данной машинке. На данный момент давайте, как обычно, заострим внимание на орудии. Здесь их два. И, смотрите, первое орудие, что вам предлагает? Оно предлагает довольно неплохие характеристики, но, ну, скажем, не имба, да, урон в минуту 1770. Ну, маловато, соглашусь, маловато, ребят. Время сведения не очень приятная цифра, но надо смотреть непосредственно в самом замесе. Разброс на 100 метров тоже, как бы, великовата циферка, опять-таки, посмотрим в бою. Ну, и плюс еще вопрос по поводу точности самого орудия, потому что цифры не говорят вам о точности, как этот танк по факту играться будет у вас в руках. Время перезарядки. В принципе, терпимое, как для тяжа, тем более, что броня у него есть, но и, соответственно, пережить это время вам будет плюс-минус комфортно. Что касается бронепробития и среднего урона, цифры на довольно, таким, ну, нормальном уровне. Я не могу сказать, что цифры какие-то заниженные. Очень приятные, очень нормальные. Углы склонения вниз минус 8 позволяют отыгрывать от башни, но дело в том, что вот когда вы даже отыгрываете от башни, вот сюда вот будут вас пытаться выцеливать, и это получается, потому что вот эта башня сверху на башне, ну, она, скажем так, манит всех, кто хочет вас пробить. Вот так вот сюда спереди вообще никто вас не пробьет, есть какие-то там пятаки небольшие, но в целом, ребят, он красный, берегите нижний бронелист и будет вам успех. Есть вторая пушка, дополнительная, я бы не сказал альтернативная, я не сказал бы топовая, просто вот другая пушка, ну да, окей, альтернативная, правильно тогда подобрал термин изначально, но она мне нравится гораздо меньше. Единственное, чем она лучше, это тем, что увеличена альфа по всем снарядам, 460 альфы на седьмом уровне, согласитесь, это очень приятно. То, что там повысили осколочно-фугасным, ну, как бы, не знаю, я редко пользуюсь осколочно-фугасными, надо найти соответствующего противника, в которого будете забрасывать. А вот все остальные показатели у пушки резко падают, существенно, ну, прям совсем-совсем существенно увеличивается время перезарядки орудия, и уже становится дико дискомфортно. И 460 альфы за шот уже не настолько радует, как хотелось бы. Лучше 310 при 10,5, чем 460, всего лишь на 150 единиц альфы выше, но аж на практически 7 секунд дольше перезарядка. А это практически, грубо говоря, в 2 раза. Ну, я так просто прикидываю, понятное дело, что не в 2, но все равно, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Урон в минуту при этом еще падает, разброс на 100 метров хуже становится, время сведения становится больше. Но, короче говоря, ребят, позитива во второй пушке я, честно говоря, кроме альфы абсолютно не вижу. Ради чистоты эксперимента, понятное дело, что сегодня сыграем и на той пушечке, и на другой, и погнали в бой, посмотрим, что Франкенштанг может. Пока мы заходим в бой, хочу попросить каждого из вас, кто не подписан на канал, но смотрит мои видео с определенной периодизацией и ждет моих видео. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и вы никогда не будете пропускать новые видосы. Я снимаю исключительно честные обзоры, думаю, вы это знаете. Ну, и мне будет крайне приятна ваша подписка на канал, как благодарность за мои труды и старания. Ну, а плюс к тому, это дополняет кислородом и вдыхает жизнь в мое начинание, в мой канал, ну и в реализацию моей мечты. Итак, что по Франкенштангу. Я на обзорчике говорил, машинка не сильно подвижная. Я не могу сказать, что данная машина прям блистает какой-то подвижностью. Нет, ребят, блистать она не будет, это тяжелый танк, он тяжело едет. Но дискомфорта прям вот такого, знаете, который будет вас вымораживать тем, что вы еле передвигаетесь по карте, у вас навряд ли будет. Вам, в принципе, нет необходимости прям быстро мотаться по карте на данной машине. Машина от вас этого по большому счету не требует, вы просто себе спокойно тянетесь. Вот единственная ошибка, которую я сейчас действительно совершаю, это то, что я качусь бортом смело по отношению к возможным противникам, ПТшкам, которые стоят. Ну вот, пожалуйста, первый прилет. Мне очень сильно повезло, что не пробите. Но вообще, ребят, когда он мордой едет, выцелить его на дальнике, вот Франкенштанг, видите, кепка, про которую я говорил, точность у орудия есть. А в кепку прилетать вам, ребят, будет, ну, просто таки, что называется, на ура. Так, поехали сюда. Не хочу стоять, отхватывать, те двое товарищей будут меня разбирать только так. Поэтому я думаю, что необходимо мне оттуда укатываться, дабы не стоять просто на простреле у ТТшек. Короче говоря, играть на данной машинке от башни я бы абсолютно не рекомендовал. Потому что, когда вы пытаетесь от башни отыгрывать, первое, что ваш враг будет видеть, вот как я сейчас выкатываюсь наверх, там явно ПТшечка какая-то стоит, ВЗшка. Ну, хорошо, что меня сейчас не выцеливает. Дело в том, что, когда вы выкатываетесь из-за холмика, то сразу видно вашу вот эту вот верхнюю башню на башне. Точность у орудия, как я говорил, крайне приятная. А вот время перезарядки, даже это время перезарядки, которое есть, уже, честно говоря, не сильно приятно. Боже мой, как мне сейчас не повезло, пролетело прям под танком. А ведь мог его забрать. Так, на дальних расстояниях, ребят, ну вот представим себе, что нам необходимо выцелить вот этого товарища. Но, согласитесь, долго будете сводиться, поэтому на дальнике сводиться сложновато. Но в то же время отыгрывать на дальнике довольно приятно, потому что орудие в основном бьет точно. У меня бывают, безусловно, такие моменты, в которых там, ну, прям совсем летит не туда, куда я целился. Это, в принципе, рандомная, да, такая косячка по всем орудиям. У кого-то меньше встречается, у кого-то больше, но в любом случае такие моменты игровые есть. Вообще, мне машинка нравится. И вот нравится она мне как раз на этой пушке. Не получилось сейчас показать во всей красе это орудие в отношении скорости перезарядки. Не могу сказать, что вы прям там чуть ли не с пулемета гатите. И это вам не там 5 секунд перезарядки, само собой. То есть, безусловно, ждать приходится. Но это ожидание, оно не настолько долгое, как могло бы быть. Так, по результатам боя, как бы ни о чем, потому что в замеску, как таковой, я никуда не попал. Я даже не буду сейчас остальные результаты смотреть. Просто еще раз закинусь на этой же пушечке. И после этого боя обязательно посмотрим еще, как играется орудие. Ну, назовем его альтернативным, потому что топовым его, мне честно говоря, назвать язык не поворачивается. Нет там топа абсолютно никакого, кроме уровня альфы. Потому что альфа в 460 для своего седьмого уровня, да, действительно, это крутяк. Хотелось бы, кстати, сразу отметить, ребят, что танчик, он приятный и он играбельный на своем уровне. Если вы будете сталкиваться, вот как сейчас в этом бою, меня забросило против определенного ряда восьмерок, то понятное дело, что восьмеркам вы вообще, в принципе, не угроза. Да, вы можете накидывать, да, вы будете набрасывать свою альфу, вы будете там что-то пытаться сделать, но чтобы вы прям имбовали, нет, чтобы вас кто-то боялся однозначно и большое, нет. Поэтому, ребят, будьте готовы к тому, что когда вы играете против восьмерок, вам необходимо больше сейвиться, чем отыгрывать нормально по врагам. Ну вот, допустим, тот же самый Тигр 2, я бы сказал, что он, ну, не сильно будет вас бояться по определению. Ну вот Шкода, допустим, стоит. Как вы видите, отбросила Шкода вполне спокойно, мы в нее накинули немножко больше урона, целить будет однозначно Шкода та же самая, исключительно в верхнюю башенку. Тут как бы особо даже и задумываться не о чем. Сейчас не пробила Шкода, куда не пробила, не видно, куда не пробила. Но я догадываюсь, куда она будет однозначно пробивать. С бортов, кстати, ребят, Франкенштанг шьется, поэтому бортовать особо у вас не получится. Не будет у вас такой возможности, предоставленной врагами. Кто тут у нас? Ну, это я уже погорячился. Надо прятаться, ребят. Потому что Игл-7, он перезаряжается немножко быстрее, а орудие у него довольно-таки пробивное. Вот сейчас прям совсем не везет. Зажали. Кроме как наступать, выбора большого нет, потому что сейчас начнут разбирать в корму. Я очень сильно этого не хочу. Корма картонная, ребят. Поэтому, если есть возможность убегать, лучше убегайте. Потому что других вариантов у вас для выживания просто не будет. Не хватило альфы. Вот странно, почему-то набрасывал по 300 с копейками, а когда надо было, то 23 осталось. Ну и, в принципе, вот она смерть-смертушка пришла однозначная. Потому что сейчас разберут за секунду. Как я говорил, вот видите, борта абсолютно картонные. Башня тоже сбоку картон. Короче говоря, играть им можно только с прямо поставленной башней к противнику. Ну и, однозначно, если ромбовать, то не сильно. Желательно играть от морды и прятать нижний бронелист. 1530 единиц нанесенного урона. Что касается по серебру. Ну, как бы, видите, фарм не какущий, но это проигрыш. Да и плюс вынесли. Ну, в общем, не совсем честно будет заценивать, насколько он фармит. Второе место в команде по урону. Вот если бы, ребята, вот эти трое нижних сыграли немножко получше, я думаю, что шансы на победу у нас бы, в принципе, были. Это то, что касается его базового орудия. Теперь давайте перебросимся быстренько на орудие альтернативное. Сейчас вот так вот просто набросим голды от балды. Запрыгиваем в бой. Голду бросаю так просто на всякий случай. Дрын довольно неплохой, согласитесь. Там калибр хороший. Но, блин, как-то не знаю. Мне, честно, не заходит эта пушка. Я несколько раз пытался поиграть на ней долгое время. Там сыграть хотя бы 10-15 каток. И практически все бои не доставляли мне удовольствия. По одной простой причине. Потому что вот в этом даже бою скорости перезарядки орудия, по ощущениям просто, по своим, таким, ну, тактильным, не тактильным, но вы понимаете, о чем я говорю. То есть, когда ты играешь, ты ощущаешь танчик. И ты ощущаешь, хватает тебе конкретно этого танка скорости перезарядки или нет. Потому что, допустим, играя на какой-то машине, у которой долгое время перезарядки, но вы этого не ощущаете, вот просто в самой игре это не является для вас дискомфортом. Соответственно, это вас не вымораживает. Сама цифра, да, которая написана, сколько орудия будет перезаряжаться. Здесь же, когда я смотрю на 17 секунд перезарядки, я для себя понимаю, что для этой машины это очень долго. Ну, прям вот совсем-совсем долго. Поэтому и говорю лично за свое субъективное мнение и впечатление по поводу второго орудия, что второе орудие, ну, мне лично заходит меньше. Если у вас есть уже франкенштанг, вы хотите что-то возразить, что-то добавить, если вы с чем-то не согласны, принципиально не согласны, но можете эту позицию обосновать, пожалуйста, обязательно напишите в комментариях. Сейчас вопрос стоит очень просто. У многих ребят, которые думают покупать эту машину или не покупать. Так вот, для того, чтобы на этот вопрос дать им полноценный нормальный ответ, необходимо дать им возможность ознакомиться со всеми возможными мнениями по данной машине, ну и, соответственно, тогда они смогут принимать решение. Ну, вот смотрите, я все катаюсь, катаюсь, а в итоге, ну, все перезаряжаюсь и перезаряжаюсь. Да, я добрал этого товарища, но добрал я его, как бы, когда его уже, ну, раздолбили настолько, насколько можно было только его раздолбать. Теперь давайте посмотрим, куда нам вот сейчас конкретно прилетает. Сейчас на секунду остановлюсь. Куда летит? Ну, я не понимаю, почему мне не показывает, куда мне только что... А, вот как раз, да, видите, под пулеметиком на комбашенке. Короче, все любят эту комбашенку. Вот она во всей своей красе. Ее можно выцеливать. Видите, как только он, соперник, повернул сейчас башню, сразу оголился борт башни, который полностью картонный. Поэтому, если вы отходите от противника, если вы пытаетесь спрятаться, вот для того, чтобы, как сейчас, не отхватывать в эту дурацкую комбашенку, пытаетесь манситься на месте, а для того, чтобы не отхватывать по бортам, ребят, однозначно вам необходимо держать башню ровно. Вот этот товарищ, по-моему, знает, что он делает. Ну, вот 425 вроде бы ты и отбросил, и в то же время уходишь опять на долгую-долгую перезарядку. Я сейчас ускорю немножко перезарядку, потому что без этого, в принципе, ну, как бы не вариант. Вот это зеленое место на башне. Короче говоря, бросай, не хочу. И сразу борт оголился, как только он повернулся, если вы обратили внимание. В общем, машина, машина нормально отыгрывается, только если вы будете не ромбовать, если вы будете стоять прямо и, соответственно, таким образом оттанковывать. Так, ну сейчас мне опять сплетут лапти. Других вариантов нет. Будут бить сейчас меня все, кому не лень. Смотрите, поприлетало куда? Прилетает, видите, в комбашню прилетает однозначно. Прилетает по бортам башни. У меня это незаметно, я не знаю почему, но явно в борт башни мне прилетал. И теперь давайте посмотрим на результат по игре. Я уверен, что сейчас урона самого, да, то есть если смотреть на количество наносимого урона за бой, я нанес чутка больше. Но, согласитесь, ненамного. Но вот играть было для меня, по крайней мере, существенно дискомфортней. Что касается серебра опять за проигрыш, ну вот результат. Но, ребят, заценивать машину по проигрышам, как бы, согласитесь, не совсем вариант. Итак, давайте будем суммировать. Две с половиной тысячи голды и вот эта машина. Машина чем хороша? Машина хороша. Хорошей бронированностью, не считая комбашни и нижнего бронелиста, если смотреть в проекции прямо. Только вы становитесь хоть как-нибудь вот так вот, все, дальше вас будут бить вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Короче говоря, везде, кроме морды, брони в принципе нет. Что касается орудий. Базовая пушка куда комфортнее, по моим субъективным ощущениям, потому что шотить на ней можно гораздо чаще. А урон за бой, он несущественно увеличивается, если вы берете себе более альфовую пушку. Минусы данной машины, помимо боковой и тыловой брони, это не слишком существенная подвижность. Но в целом, на прямых ровных картах, где у вас есть возможность прятать нижний бронелист, отыгрывать где-то от зданий, там, от разбитых машин каких-то и так далее, от вагонов. Ребят, вот на таких картах вам будет комфортно, вам будет приятно. По углам склонения, вроде бы, углы склонения довольно неплохие, но, как показала карта предыдущая, уж прям на совсем неровных картах будет дискомфортно, поэтому вам лучше искать какие-то более-менее ровные площадки, на которых вы будете отыгрывать, напомню, пряча свой нижний бронелист. Теперь, что касается предложения и стоящего ребром вопроса, а брать ли эту машину за 2500 голды. Ребят, брать однозначно, потому что за 2500 голды тяжелого танка семерки вы себе, в принципе, не найдете по определению. Не будет такой цены на машину, а машина периодически, ну, мне, по крайней мере, приносит массу удовольствия от игры на ней. Я не говорю про то, что там какие-то плюшки, расцениваю просто, за 2,5 косаря Франкенштанг однозначно нужно брать. И это мнение субъективное, не потому что мне за него кто-то заплатил. Кто давно на канале, тот знает, я снимаю исключительно честные обзоры, исключительно высказываю честное субъективное мнение, не имею никакого отношения к Варгеймингу или к кому-либо другому, кто может подкупить меня для того, чтобы я давал вам совет растрачивать свою кровную голду на всякое фуфло. На данный момент у меня все. Это было честное мнение по поводу предложения за 2,5 тысячи купить себе Франкенштанга. Возвращайтесь на канал. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.